Всем привет! С вами Эльфгорн, это третья волна скоро будет, точнее, да, третья волна будет, собственно говоря, на этом и продолжим. Строю следующий слой стен, и, конечно же, лучник более эффективен стал, ну, понятное дело, на подходе, прям расстреливает врагов, это, конечно, эффективней, но вот, к сожалению, по поводу кристаллов, которые лежат, это вот такой, знаете ли, проблемный момент, такое чувство, что ребята от балды дают советы, и никто, на самом деле, информации, самое главное, не знает. То есть вот здесь вот написано 37% до следующего спауна у человечка, то есть 37%, тогда я смогу кого-нибудь призвать. Но, насколько я всегда помню, вот эти вот белые, ну, синенькие вот частички кристаллов, которые здесь лежат, они могли использоваться для, собственно говоря, положения их внутрь вот этого кристалла, и тогда появился быстрее человечек, миньон наш, будем так уж назвать. И как это сделать? То есть вариант, как брать отсюда и класть прям вовнутрь, такой не работает, потому что нету функции положить в кристалл вообще что-либо. То есть в данном случае, когда вот так вот нажимаешь на него, даже персонажем вот то же самое появляется, то есть если мы даже держим в руках как бы персонажа, который... который, собственно говоря, нагружен этими кристаллами. Есть еще вариант, который мне посоветовали, это то, что... Посоветовали еще такой вариант, когда наполнится, то есть вот эта коробочка этими сыпучими кристаллами, будем так называть, то тогда как-то и как-то можно использовать. Не знаю, на самом деле, как мне помнится, ничего такого не происходило. Ладно, посмотрим. Так, вот... Нет, до сих пор нельзя. Вот 75% видите. Почему это происходит? Это потому что... Ха. Это же здесь вот количество душ летающих здесь в данный момент, то есть 75% этих душ. Так? Я так это понимаю. Ладно. Давайте здесь вот пока что они строятся, мы вот здесь вот увеличим количество вот этих вот... Корзин для материалов. Так? Ну, то есть закажем некоторые такие места, которые... Ну, не места, а господи. Закажем некоторые такие вещи, которые должен рабочий делать. Так, вот здесь вот так вот освещение тоже поставим, то есть чтобы освещался вот эти края. Так, отлично, они скоро достроятся. Можно будет... Можно уже, в принципе, кстати, одного пере... одного рабочего перетаскивать на то, чтобы он начал как раз-таки этим заниматься. Так, что же здесь у нас? Здесь еще, кстати, можно дверь поставить. Даже можно, в принципе, поставить их две. Так. Ну, вот, к сожалению, они до сих пор... Смотрите, кстати, изменили анимацию двери. Но самое обидное то, что дверь не изменилась никаким образом в том плане, что... Она не стала ни каменной, ни железной, никакой другой. Она постоянно будет деревянной. Ну, ладно, две двери. Как бы более-менее это защитит некоторое время наших персонажей, наших миньонов. Я вот думаю, стоит ли мне строить сразу начать мост, потому что, честно говоря, в этом смысла нет же. Вот шахта вполне справляется, вполне не перетаскивает. Просто вот это вот, если бы здесь был мост, допустим, и как-то он был бы закрыт, здесь бы они могли заниматься этим без остановки, так скажем. Проблема была бы только в одном. В лесу. В лесу. В лесе. В бревнах. Так. По-другому. Так, все, рабочий у нас один закончил строить, и это, конечно, отлично, но давайте немножечко изменим план, потому что давайте вот здесь вот, в общем, вот здесь вот у нас начнем строить стену. Начнем строить стену прям вот, я бы даже сказал, вот такую вот. Вот так, пускай он начинает ее строить, то есть, будем закрываться пока что двойными блоками, то есть. Кстати, мне посоветовали там, посоветовали, как сказать, строить стены совершенно по-другому. Насколько я понял, именно вот таким вот образом и выше уже можно разнообразовать. Разнообраз, ну, по-разному делать, то есть. Как я понял, именно так. Может быть, я что-то недопонял. Ну, ну, ладно, посмотрим. Но, в принципе, если так подумать, то вот такая вот постройка, как вот с этой стороны, она как бы всех правильнее, потому что, допустим, если они разрушают вот этот блок и вот этот блок, то вот этот только падает, то есть, тогда теряется только один блок. Если они разрушают еще один блок, теряется три блока. То есть, три блока разрушает, три блока теряется. В данном случае, и дальше уже пол... Ну, вот. Спорный, конечно, вопрос, на самом деле. Еще я знаю, что здесь точно не нужно строить высокие дома, то есть, настолько бешено высокие, так скажем. Так. Я вот тоже, да, вот см... Бред, да? А, нет, дверь я заказал в последнюю очередь. Давайте всем... Всем возврат в наше поселение. И сейчас самое главное заметить, сколько их появится. Их появится шесть. Это, блин, честно говоря, что-то даже эпичненько. И так как у нас лучник уже, ну, Навальный-таки, защищен, то есть, он пускай стоит на одном месте. Есть, минус один. Так. Минус два. Отлично. Самое главное, я еще боюсь вот этого гиганта большого. Минус три. Прям вообще шикарен. Шикарен просто. Еще минус четыре. Воин возьмет на себя двоих. Кстати, вот заметьте, что сейчас не пришло... Давай, воин, воин, давай. Красавчик. Отлично. То есть, сейчас не пришло большого гиганта, на самом деле. Мне, похоже, тогда просто тупо не повезло, потому что... Как бы вот на второй волне не было этого. Ладно. Погнали дальше. Так, здесь вот этим... Хотя нет, давайте, пускай он сначала нарубит побольше. А потом мы уже пошлем его, так сказать, делать. Так, и здесь, знаете, на самом деле, вот сейчас спорный вопрос. Мне и рабочие нужны, и, конечно же, стрелки. Но вот в данном случае... Ну, сколько, допустим, сейчас шесть пришло. В следующий сколько придет? Двенадцать? Ну, это чересчур, потому что в следующий двадцать четыре, да, через все. Еще это уже сорок восемь. Ну, это бред. Так что, наверное, придет, наверное, человечек... Либо шесть еще раз придет, либо восемь. Ну, вот мое такое чувство какое-то. Ну, может быть, семь. Так что, наверное, все-таки, мне кажется, знаете, рабочего. Давайте сделаем рабочего. Я сейчас, наверное, запишусь. На всякий случай. Запишусь, и, ну, чтобы сто процентов, так сказать, быть уверенным. И тогда вот уже будем экспериментировать. Я выберу... Сейчас вот я сделаю рабочего всего лишь одного. То есть, мне кажется, так будет правильней. Так. Почему-то я заметил такую вещь, что здесь при съемке фпс в один момент начинает проседать. Когда отменяешь съемку, то есть, ну, жмешь стоп, и фпс возобновляется нормально, и дальше можно продолжать снимать. Поэтому будут такие, ать, может быть, скачки, возможно. Так, вот, смотрите, здесь даже появилось там, что я одного могу сделать. Давайте одного человечка соберем. И у меня даже немножечко осталось... Немножечко осталось... Так, вот здесь давайте уже, наверное, переделаем. Немножечко даже осталось душ вот этих, ну, не знаю, что это, какие-то кристаллы летающие. А, я, смотрите, даже еще одного лучника могу сделать. И вот у меня была мысль, что вот эти кристаллы тратятся при создании миньонов. Но нет, оказывается, нет. Давайте еще одного лучника сделаем, потому что как-то у меня побольше скопилось душ. Поставим его здесь вот. Все-таки один воин стоит, ну, троих. Где-то так. Поэтому, думаю, пока что так хватит. Ладно, пускай они все строятся, все... Дверь они, когда построят, тоже будет очень великолепно. Но жалко, конечно, что ночь очень долгая, честно говоря. Жалко, что они вот тоже, ну, тупые. Вот у меня другого слова нет, потому что они очень тупят по последовательности своих детей. Вот, смотрите, сейчас вот здесь вот будет... А, нет, вот здесь ладо, здесь нормально. Здесь было проще реально перебраться на другую сторону и, ну, взять... Здесь правильно все сделали они. Вот, смотрите, они тоже нормально, смотрите. Ну, ладно, в данном случае я бы прописал бы при строительстве, ну, при плотник, когда... Ну, да, плотник, будем так считать, который работает с деревом. То есть, в первую очередь, ему бы, чтобы он работал, ставил освещение и двери. Вот, лично я. Точнее, сначала двери, а потом только освещение. Потому что в данном случае, ну, зачем вот мне сейчас, да, нужны... Эээ... Нужны... Как бы эти... Ящики хранения, да, мне бы быстрее вот эту дверь поставить и освещение еще немножечко добавить. То есть, видите, он даже не доделал ящики, он пошел освещение делать. Ну, как-то вот... Странно вот этот момент, конечно, немножечко. Так, вот там, кстати, вот здесь, наверное, и одного бы хватило. Прям такой яркий, кстати, свет получился. Сейчас посмотрим. Свет поставили и... ФПС, нет, не просел. То есть, часто говорят, что... А, вот смотрите, он, знаете, почему... Почему светом-то занялся? Потому что дерево кончилось. Часто говорят, что чем больше света, как бы, добавляя фонари и всяческих лампочек, то ФПС больше проседает. Вот эта тактика, вот видели? То есть, он... Ему легче, быстрее было бы оббежать, реально же. Да, вместо того, чтобы карабкаться, потом слазить. Но почему-то они ищут такой вот путь именно. Ну, они почему-то считают, что... Короче, перелезть, чем оббежать. Но в данном случае скорость-то... Хотя, может, по времени и одинаково, на самом деле. Я просто придираюсь. Возможно, и так. Так. Вот сейчас три бревна буквально мне нужны. Да, вот все. Мне вот три бревна буквально нужны. Больше не нужно. Все. И сейчас я займусь исключительно строительством. Потому что... Прямо вот здесь стену возведу. Потом закончу здесь до конца стену. Потом стену я, скорее всего, возведу вот здесь вот с дверью. Ну, или что-нибудь в этом роде. И начну быстренько мост все-таки делать. Потому что... И закрою вот эту коробку. Вообще полностью прям вот закрою. Хотя, может быть... А, нет. Нет, 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 нет. Я уже не прав. Я же не хотел так делать. Я хотел делать супер проход. Возможно, кстати, его может быть здесь делать. А может... Блин, его где-то нужно сделать. И, может быть, давайте я его сделаю вот здесь вот. Да? Вот здесь вот он у меня будет. Точно. Прямо длинный такой проход будет. Отлично. Прямо здесь мы и сделаем это. Так. Собственно говоря... Одного мы перетаскиваем в строительство. И... И начинаем клепать здесь у нас... Ну, давайте так пускай будет. Начинаем строительство, в общем. Так, о чем мы встали-то? Давайте, ребятки. Не нужно стоять. Ну, вот так вот соединим стену. И за 32 секунды, конечно же, они не успеют. К сожалению. Ну, ладно. Это не критично. Вот этого, наверное, переведем сюда. Этот, пускай здесь краешек все-таки стоит. То есть он и этот край, и вот этот край будет обстрелиться. Этот край, вот этот, и вот этот. Ну, и плюс. Давайте все. Уведем своих рабочих, потому что сами знаете... Ой, 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 ой. Сами знаете, насколько тупые тут рабочие. Давайте, 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 все. Хотя бы двери нормально сделали, кстати. Вот мне больше такие двери нравятся, чем арочные. Так, я уже вижу, один бежит. На самом деле, я сейчас больше всего опасаюсь... Это шесть человечков пришло, все, ладно. Больше всего опасаюсь именно вот этого большого. Так, вот еще двое бегут. Так, и один около двери. Все нормально, все нормально. Минус, минус один есть. Так, минус... Ах, промахнулся, зараза. Есть. Смотрите, лучника убили. Одного лучника убили. Одного лучника убили, черт возьми. А, нет. Не убили, не убили. Все. Все в порядке. Где-то еще один. Вот где-то еще. Смотрите, они его сбили зачем-то. То есть, кинули в него камень. И где-то есть вот этот гора идет. По-любому. Прям вот... Вон, вон, вон он идет. Ребятки, я прям вижу вот этого здорового дядьку. Давай, шмаляем. Шмаляем в дверь. Давайте, давайте, ребятки. Нифига у него жизни-то, господи. Так, вот это отменить. Так, он, интересно, кидаться будет или что он? Я вообще не представляю. Давай, 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 давай. Давай, давай. Ну, в упор. Есть, ребятки. Красавцы. Просто прям уважаю. Повисло все. Аж подвисло. Но, честно говоря, вот эти подлаги, я не понимаю. Раньше такого не было. Это прям что-то же жескач какой-то. Уберем весь мусор, может быть, из-за него. Все, отлично, лучники, молодцы. Но то, что сбили, это раньше этого не было. То есть, это обычные, обычные вот эти големы. Они скидывают моих лучников. То есть, он ударил вот в этого. А, нет. Вот в этого, вот отсюда вроде я прям видел, он кинул. Я сначала вам подумал, что он его убил, потому что он упал. А, оказывается, его просто скинули. Надо будет иметь в виду, чтобы быстренько брать их и управлять, и, ну, отводить их в сторонку. Потому что, сами понимаете, иначе они так подохнут, передохнут все быстренько. Строим в быстром режиме. И, сейчас, я думаю, получается, мне... Я надеюсь, что вот этих душ хватит мне для того, чтобы... Еще сейчас я бы хотел, наверное... Я бы, наверное, воина хотел. Вы знаете ли. Ну, да, наверное, воина, скорее всего, я бы хотел. Так, и потом мы начнем, начнем вот здесь вот выстраивать, придем такую... Ну, такую... Ну, вот мой план, так скажем, начнем делать. Так, все, по-моему, кристалл всосал в себя все души, и у нас 56%, похоже, не хватит. Так. Ну, вот, смотрите, вот, 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 ихний тупняк. Вот, 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 смотрите, вот, смотрите, подумаем, давайте, посмотрим. Вот, отлично. А раньше они соображали в этом плане быстрее, кстати. То есть, они быстрее вот в этом плане соображали, передавая друг другу материал. Вот здесь сейчас был тупняк, они... Ну, ладно, вот здесь обошли, обошли друг дружку. Так. Вот здесь, знаете, я, наверное, вот здесь вот переделаю немножечко. То есть, я сейчас вот так вот поставлю здесь блоки, здесь блоки, чтобы, знаете, что я сделаю, в общем? Чтобы я ставлю максимум, наверное, я еще вот подниму на один блок, это максимум. Вообще, всю постройку, вот, все стены, это максимум. Но здесь вот я вот хотел бы вот так вот... А, нет, 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 нет. Вот так вот сделать. И просто, наверное, вот так вот. А здесь я сделаю такой вот, ну, такой простейший спуск. И все. Ну, даже, кстати, вот здесь можно вот так вот сделать. И вот так вот. То есть, хотя, да, и можно было и здесь сделать так. Ну, ладно, пускай будет так. То есть, ну, чтобы они вот, если на этот край нужно было, чтобы они не бегали вот так вот. Думаю. Кстати, вот, вообще, в идеале, вот, 4 блока, наверное, да? То есть, чтобы дверь закрывалась. Это самое то, мне кажется. Так. Ну, что же, наверное, пора, пора вот здесь вот начать строить. Хотя, в идеале, вот от этой стены, да? Давайте, наверное, я снесу вот эти... Пускай вот так вот будет. То есть, я вот прям вот таким вот образом застроюсь. Здесь я вот это вот снесу. То есть, здесь давайте вот... Ну, как это убирается-то, интересно. А, ну, вот так вот. Это я здесь просто уберу. Пускай они там, я не знаю, сами перетащат, уничтожат это. Не знаю, как это... Как они там хотят это все сделать. Может быть, я вот, честно говоря, даже не представляю, как это переносить самому мне надо, или они сами как-то это сделать. Вы смотрите, практически... Ну, что, вот, можно же предположить, что это полное. И зачем они кучу сундуков делают с синими кристаллами, если вот один, допустим, уже, ну, вот, есть, да, 80 кристаллов. Что-то я, честно говоря, не понимаю в сути этих кристаллов вообще, как это работа с ними. Так, ладненько, можно сказать, у нас одного можно убирать, потому что он, так сказать, уже... Они не справляются, в общем-то, у них уже начинается, личиками начинает не хватать. Так, а здесь я еще хотел бы... Ну, вот, последний уже не справляется. Ну, вот, я хочу убрать, смотрите. В чем проблема-то вот? То есть мне никак нельзя убрать, что ли, этот склад? Че-то-то я не понимаю. Ресурсов, говорит, не хватает. Ну, они, вон, беззастенчиво складывают туда же, где я пытаюсь убрать. Так, ну, как же, я даже и не знаю, честно говоря, как они тут сделать. Так, ну... Здесь вот камни, ну, чтобы, если... Единственное максимум, что им можно сделать, это сказать, чтобы они сюда больше ничего не складывали. Так, и... Аутоконверт, да? Аутоконверт стоит, стоит, аутоконверт. Так, ну... Ну, что ж, последняя защита давайте. Куда они все побежали? Куда? А, то есть вот, ну, понятно. Короткий путь нашли. Так. Здесь мы перевозим лучника вот сюда, вот поближе. Воина мы ставим прям вот сюда. Так. Ну, что ж, как говорится, с богом... Сколько у нас сейчас человечков нападет? Восемь. Вот сейчас уже восемь на два больше. Так, и... Смотрим. Обычный, 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 обычный. Я думаю, у меня сейчас воина умрет. Вот у меня такое чувство прям вот. Так, здесь не нападают. Здесь пока не нападают. Так, обычный, обычный бегут. Есть. Давай, 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 давайте. Работайте, ребятки. Отрабатывайте хлеб. Отлично. Красавцы. Давай, ты куда там? Побежал такой на стену. В деф уходим. Так. Вот сейчас нужно очень внимательным быть, потому что у меня один где-то остался. И, ну, это явно гигант. Вон он идет. Быстренько прям вот передвигаем сюда. И начинаем обстрел. Но, как бы, об этом уже не стоит беспокоиться, потому что, сами понимаете, его сейчас просто расстреляют и все. Но самое страшное, когда это будет нападение двоих, троих таких и с разных сторон. Вот это будет вообще жесть, честно, я вам скажу. Потому что, если она не убивает... С одного удара убивает рыцаря, это, конечно же, жесткач. Ну, ладно, попробуем, посмотрим. Так. Ну, ладно, я думаю, ничего расстреляет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я смотрю по последним комментариям, которые были под первым видео. Очень много комментариев таких, ну, хороших, мне понравилось. То есть, люди жаждали эту игру, хотели увидеть ее. Я этому рад, на самом деле. Игрушка очень приятная и очень интересная, на мой взгляд. Я вообще в восторге был в первый раз. Но вот эти мелкие глюки, они... Это как про Stoneheart. Великолепный геймплей, великолепная игра. Но вот мелкие такие глюки, которые мешают наслаждаться игрой, они немножко раздражают. Все в остальном великолепно. Я надеюсь, она будет все равно развиваться. Потому что медленно, медленно, медленно она развивается. Тут есть небольшие изменения, но они такие, конечно, незначительные. Я не спорю. Но ничего. Ставьте лайки, чтобы быстрее выходили серии. Если чем больше лайков, тем больше видео. С вами был Ниль Горн. Всем всего хорошего. Пока.